Все скажут, что мы про Серебряникова ничего не сказали. Это святое. Вот, есть какой-то шанс у вас защитить его в этой ситуации? Вы же понимаете, что все-таки арест был публичен и несоразмерен все-таки тяжести обвини. Вопрос соразмерен и несоразмерен надо задавать не мне, а суду. Я понимаю, если бы вы пришли в суд, другое было бы делать, нет? Не факт. Вы знаете, Серебряников системно получал государство. Не разово, а системно. Документы, которые сдавала ОНО 7 студия в Министерстве культуры, я не беру работу Google-центра, потому что это московское учреждение, там, кстати, у них свои вопросы, их много. ОНО 7 студия сдавала, как выяснилось, в Министерстве культуры, были крайне низкого качества. Крайне низкого качества. Это вызвало внимание сначала налоговых органов, а потом, как обычно бывает, когда налоговые органы передают это дело в правоохранительные органы. История эта длилась очень долго. То есть это не дело точно этого. Нет, это с 15-го года. И даже не дело прошлого года. Это очень долгая история. Поэтому там серьезные финансовые правонарушения. В рамках действующего законодательства, меры пресечения, которые приняты к Кириллу Серебряникову конкретно, и, кстати, тяжело меня обвинить в том, что я его там как-то... Нет, вы его не копили, конечно. Так вот, меры пресечения выбрана самая гуманная из возможных мер пресечений. Потому что там довольно серьезные претензии. Ну а Масляева, ну а Итин? Вы знаете, мне вот, опять же, я неглубоко знаком со следовательской частью этого дела. Конечно, мне это очень неприятно. Я бы хотел, чтобы во всех случаях к работникам культуры все-таки они не злостные хулиганы, не взломщики. Всегда принимались самые гуманные меры пресечения. И вот здесь как раз избирательность такая в отношении Серебряникова, честно говоря, меня даже смущает. Несколько настораживает. Да, меня смущает. А почему не к остальным? Нет, я боюсь, что всех арестовывать тоже было бы не правильно. Выхо всех отпустили. Лучше ко всем подходить с минимально возможными мерами пресечения. Вот я так скажу. А так, конечно, ситуация ужасно неприятная. А вы что думаете, мне приятно, что это все крутится вокруг Минкульта? Он получал гранты от Министерства культуры. Нас постоянно, наши сотрудники, вызывают по этому поводу на какие-то опросы, показания, там они дают. Такая ситуация мало интересна. А что будет с театром? Театр, по-моему, живет, работает. То есть ему будут продолжать что-то там? Театр является государственным театром, это означает, что он получает гарантированное госзадание. У нас же все государственные театры финансируются, по сути, под ключ государством. А все доходы, которые извлекают театр, такое было только в императорских театрах. Да, переходит им. Все доходы остаются у них же. Поэтому с Гогольцентром ситуация такая же. Гогольцентр получал всегда существенную госдотацию. Он получил большие деньги при Капкове на реконструкцию, перестройку театра всего. И продолжает сейчас получать существенную госдотацию. Собственные доходы, по-моему, у него довольно неплохие, но в процентном отношении к дотации. Ему не угрожает ликвидация. По мой взгляд, нет.